Спасибо. Добрый день всем. Тема моего доклада — эксперименты по обнаружению силового взаимодействия неподвижных электрических зарядов с непостоянными магнитами и телами из немагнитных материалов. С первой части мы начнем с экспериментов. Принято считать, что постоянное магнитное поле не оказывает силового воздействия на неподвижные электрические заряды. Нами проведена серия экспериментов, показывающих, что не только магниты, но и тела из немагнитных материалов, как свинец, алюминий, пластмассы, дерево и другие, оказывают силовое воздействие на неподвижные электрические заряды. При этом отрицательные электрические заряды отталкиваются от магнитов и тел из немагнитных материалов, а положительные, наоборот, притягиваются к магнитам и телам из немагнитных материалов. Как проводились эксперименты? В качестве неподвижных электрических зарядов использовались локальные образования, то есть пятна водного раствора перманганата калия, марганцовка, помещенный слой воды высотой 5-6 мм на литры полистироловой куветы с плоским дном, ну и ее размеры представлены. На дно куветы с наружной стороны наклеился электростатический экран из алюминиевой фольги. Экран при проведении экспериментов заземлялся, эксперименты проводились следующим образом. На площадку, представляющую собой рамку с тремя микрометеримическими винтами от теодолита, покрытое стеклом, устанавливался ли подчередный стержневой цилиндрический магнит, сплошной цилиндр из немагнитной стали или предметы из других материалов. На размещенной надплощадке предмет устанавливалось кувета, но кувет исчезательно горизонтировался по уровню. При невозможности установить кувет на предмет использовались подставки из пенопласта. В кувет наливалась обычная вода высотой 5-6 мм или раствор калий-Н3 с концентрацией 120 г на литр воды. Температура воды была такой же, как температура в лаборатории, на 1,5-2 градуса ниже за счет испарения. С помощью шприца-тюбика воды кувета осторожно вводился водный раствор к марганцовке, так, чтобы образовывалось окрашенное пятно раствора диаметром порядка 20 мм. Пятно располагалось либо над установленным по дну кувета предметом, либо несколько сбоку от него в зависимости от вида. В том случае, если раствор марганцовки вводился в воду, пятно вначале образовывалось на дне куветы. Если раствор марганцовки с концентрацией 0,5 г на литр воды вводился в раствор калия-Н3, то пятно образовывалось на поверхности раствора калия-Н3. И проводилось визуальное наблюдение перемещения и изменения формы пятна. Перед проведением экспериментов изучалось поведение в электрических полях локальных образований марганцовки слоя воды, налитой в куветы плоским дном. Для этого в куветы устанавливались вертикальные и параллельно друг к другу два электрода из нержавеющей стали на расстоянии 100 мм друг от друга. Электроды, ну обычные электроды. В куветы наливалась обычная вода, в нашем случае артезианская. О температуре воды я говорил. При подаче на электроды напряжения до 30 Вольт пятно приобретало вытянутую форму на управлении перпендикулярным электродом. При этом центр пятна и само пятно оставалось подвижным. Это просто как наглядный пример, что происходит. А я сейчас дальше, там эксперименты уже пойдут. Это просто как бы водная часть. Изучалось также поведение локальных образований раствора марганцовки в неравномерном электрическом поле слоя воды высотой 5-6 мм на литров в куветы воды с плоским дном. В центр кольца помещался стержневой электрод в виде полоски из материала той же ленты и при подаче напряжения на электроды пятно вытягивалось, приобретая форму груши и двигалось в сторону центрального электрода заостренным кольцом, независимо от того, какой полюс источника тока был подключен к центральному электроду. Если центральный электрод был подключен к положительному полюсу, то на нем выделялось некоторое количество двуокиси марганца черного цвета. Результат метрализации части ионов марганца о 4 мм. Таким образом, движение пятна раствора марганцовки к центральному электроду не зависело от того, к положительному или отрицательному полюсу он был подключен. Это свидетельствует о том, что пятно в неравномерном электрическом поле движется как электрический диполь. А теперь перейдем к экспериментам. Эксперимент номер 1. Под ногу веты устанавливался цилиндрический магнит из высокоэрцитивного сплава диаметром магнита 60 мм, длина 70 мм. Пятно раствора марганцовки, помещенное сбоку на расстоянии 50 мм от центра магнита. И через 10-15 минут данное пятно перемещалось к оси магнита. Увеличилось в размерах, как показано на рисунке. И оставалось в таком положении в течение нескольких часов. Постепенно от пятна отделялся окрашенные растворы и расходился во все стороны от места установки магнита. Пятно исчезало, вода в ковете окрашивалась в малиновый цельвет. Концентрация раствора при таких экспериментах может быть любая, от 0,5% до насыщенного. Чем больше концентрация, тем дольше вы увидите данное пятно марганцовки. Второй эксперимент. Под дно коветы устанавливался цилиндр из немагнитной нержавеющей стали. Диаметр цилиндра 60 мм, длина 70 мм. Получены такие же результаты, как и в первом случае. То есть вдоль этого стального цилиндра марганцовка вытягивалась, потом расходилась. Эксперименты 3-4. Вместо воды в коветы наливался раствор калий-НО3 с концентрацией 120 г на литр. На центре магнитного воду коветы вводился 0,5% раствор марганцовки. И через 10-15 минут пятна раствора превращались в кольцо, окружающее место установки магнита. То есть отрицательные ионы отталкивались от магнита. Такой же результат получился при установке вместо магнита цилиндр материала из немагнитной нержавеющей стали. Пятый, шестой эксперимент. Эти эксперименты проводились для того, чтобы установить разницу взаимодействия неподвижных зарядов с магнитом и немагнитным цилиндром. В подно коветы симметрично относительно центра коветы устанавливался цилиндрический магнит и цилиндр из немагнитной стали с расстоянием между ними 100 мм. В ковету наливалась вода и центр коветы вводился... Это эксперимент номер 5. В ковету наливалась вода и в центр коветы вводился насыщенный раствор марганцовки. Через 10-15 минут большая часть пятна перемещалась к магниту. В эксперименте номер 6 в ковет наливался вместо воды раствор калия НО3 с концентрацией, уже говорил 120 грамм. Также вводился раствор марганцовки и через 10-15 минут пятно уже перемещалось к цилиндру из немагнитной стали. Из проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что положительные электрические заряды притягиваются к магнитам и телам из немагнитных материалов. Это эксперименты 1, 2 и 5. Отрицательные электрические заряды отталкиваются от них. Эксперименты номер 3, 4 и 6. Обнаружено силовое взаимодействие неподвижных электрических зарядов с магнитными телами из немагнитных материалов, которые не вызваны электростатическими и гравитационными силами. От электростатических взаимодействий мы избавились путем установления защитного условия в виде алюминиевой фольги и заземления. Гравитационным взаимодействием нельзя объяснить отталкивание отрицательных иолов марганцовки от магнитов и тела из немагнитных материалов. Предположение о том, что там происходит испарение, и из-за этого происходят такие явления, мы проводили эксперименты в закрытом пространстве, то есть сверху закрывали плотной крышкой, испарение при этом отсутствовало. Эффект был тот же самый данных экспериментов. Теоретически, то есть рассматривали магнитное поле прямого проводника с током, магнитное поле кругового тока, и к выводам наших, так скажем, мы являемся экспериментаторами, то есть не теоретиками, и, в общем-то, каким выводом мы смогли прийти по результатам наших экспериментов. Считаем, что обнаружено новое физическое явление в притяжении неподвижных положительных электрических зарядов к магнитам и телам из немагнитных материалов и отталкивание отрицательных электрических зарядов. По нашему мнению, причина такого всего взаимодействия на основании изучения теории магнитного поля это все материальные тела состоят в конечном счете, ну, если, кстати, то можете ознакомиться в статье, просто опуская этот момент, все материальные тела состоят в конечном счете из протонов, нейтронов, электронов, имеющих магнитные моменты, которые можно представить как круговые электрические токи. Предполагаем, что магнитное поле кругового тока циркулирует, вращается вокруг вектора магнитного момента кругового тока, и на неподвижный электрический заряд в движущемся магнитном поле действует сила Лоренса. Если круговой ток образован движением отрицательного электрического заряда, то положительные электрические заряды будут притягиваться к круговому току, а отрицательные электрические заряды отталкиваются. За исключением случая, когда электрический заряд находится на оси кругового тока, в этом случае сила Лоренса равна нулю. Взаимодействие не пропадает при установке электростатических экранов, то есть оно не является электростатическим. Направление действия силы Лоренса на неподвижные электрические заряды не зависит от ориентации магнитного момента кругового тока, так как при изменении ориентации магнитного момента на 180 градусов изменяется направление кругового тока, и следовательно направление движения магнитного поля, а сила Лоренса не изменяет своего направления. Сила Лоренса, действующая на электрический заряд, движущаяся со скоростью V в магнитном поле с индукцией B, равна векторному произведению скорости индукции. Любое материальное тело окружено вращающимися магнитными полями элементарных частиц, из которых оно состоит. В немагнитных веществах магнитные моменты скомпенсированы, а движение магнитных полей никуда не исчезает и может быть обнаружено по их действиям на неподвижные электрические заряды. При этом независимо от направления движения магнитных полей, направление их силового воздействия на неподвижные электрические заряды не изменяется. Отталкивание отрицательных электрических зарядов от материальных тел связано с тем, что магнитный момент электронов в 500 раз больше магнитных моментов протонов и в 1000 раз больше магнитных моментов нейтронов, поэтому вокруг материальных тел преобладает движущиеся магнитные поля электронов. Сила Лоренса, возникающая при движении магнитных полей электронов и действующие на неподвижные отрицательные электрические заряды, направлена от материальных тел и вызывает отталкивание отрицательных электрических зарядов. Цель нашего обращения – это привлечь внимание исследователей к этому физическому явлению. Возможно, у вас у кого-то появится более глубокое теоретическое обоснование полученных явлений наших экспериментов. Вы можете более подробно ознакомиться в нашей статье, опубликованных в материалах данного Конгресса. Каждый из вас может повторить данные опыты и увидеть те же самые эффекты. Благодарю за внимание. Спасибо. Так, спасибо. Как, секундочку, мы еще зададим вопросы и похлопать успеем. Итак, как говорили в Одессе о Бене Крике, Бене говорит мало, но когда он говорит, его хочется слушать. Значит, я думаю, что вот такой образец доклада нам бы очень пригодился. Ну, и я, раз осталось у докладчика время, я, пожалуй, его все-таки задам первый вопрос. Можно ли сказать, что, ну вот уже гравитационное поле действует на это, или этого пока сказать нельзя? Вы связываете это все с магнитными моментами элементарных частиц? Ну, мы, в общем-то, изначально... Пока не ясно, что можно, да, сказать? Да, мы изначально, в общем-то, эксперименты ставили, вот, проверять на гравитационное взаимодействие, но вот пришли к выводу, что не ясно, да. Простите, где вы работаете? Это наше... Я работаю вообще в другой области. Вот, это просто наше любительское изыскание. Это вся беда всех, всех нас. Мы работаем в другой области, но занимаемся этим просто нехорошо. Вот, какие это, так скажем, любительские наши изыскания в свободное время проводить? Ну, я как бы уж тогда позволю себе немножко и себя порекламировать. В той книжке, которую я сегодня не захватил из дому, но, надеюсь, привезти, и она будет в следующий раз лежать там на продаже. Значит, я считаю, что у гравитационного поля есть своё магнитное поле, и по своей физической сущности это поле не отличается от электрического, просто потому, что электрическое поле является частным случаем гравитационного, а не наоборот, как это часто... А? А не наоборот, как в классике говорится. Так, ну, неважно, это я не к тому, чтобы воспользоваться своим, как бы, незаконно занятым временем. В общем, я с интересом с вами потом поговорю, найдите время подойти ко мне. Так, пожалуйста, другие вопросы. Пожалуйста. Экранировалось ли от внешнего магнитного поля Земли? Да, 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 то есть полностью дно было экранировано алюминиевой фольгой и заземлено было. Это электростатика? Ну, электростатическая, электромагнитного. А магнитное, надо и магнитное, и термовое, и мотать, и смотри, что из этого получится. Это раз. Ориентация полюсов вот этого вот магнита, только на одном у вас там... ЭН, да, меняли. Пробовали ли обратно? Обратно пробовали тоже самое. Картина сохраняется? Нет, другая картина. А? Картина-то меняется. Ну что, начинается отталкивание, да? А пробовали, скажем, подковообразный магнит и вот так вот к вету? Нет, такого не было эксперимента. А, скажем, экранировать, это уже пермалоем, вот исказить первоначально, ну, это, тороидальное поле вот этого магнита, скажем, вставить магнитную прокладку из железа пермалоя, чтобы она вот исказилась, и как при этом возможно искажение формы пятна к себе поведет. Ну, это интересные опыты надо проводить просто. Мы такого не делали. Я представил эксперименты, которые у нас были. Ну, я могу вам намечать программу исследования по этому эффекту. Еще, значит, вопрос, вот только марганцовка раствор был, или, может, скажем, с соблюдением цвета использовать те же анилиновые красители, сохраняя вот методику вот этого опыта? Понятно, зависит ли она от химсостава, структуры? Нет, нет, самое простое, брали марганцовку, самая простая формула у нее, калий-марганцов-4, поэтому... Простота бывает хуже воровства. Ну, вот надо попробовать... Нет, брали, я не помню сейчас, какое... Нет, секундочку. Тоже с контрастным веществом, которое... Да, мы пробовали, айпек был тот же самый, сейчас не могу сказать, какое вещество было использовано. Еще секундочку. Скажем, вот, если использовать не простую воду, а щелочную среду, там, капну туда фенолфталиин, чтобы получить окраску, или латмус, там, чтобы была кислотная или щелочная среда. Как поведет от себя вот в этом случае. Я думаю, что я наметил большую программу. Да, 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 мне кажется, нет, нет, это вот польза вопросов. Люди вам с другой стороны показывают, ну, вашу же проблему. Пожалуйста. Ну, вот, магнитная экранировка нет, как я понял, секундочку. Что под воздействием магнита или тела, меняется структура самой воды. То есть, надо... А, вот это, да. Структура воды меняет, а что такое меняется структура? В ней образуется типа волноводок, типа каких-то каналов. И тогда по этим каналам выросли, вели бы марганцовку. В этом случае нужно было бы использовать вместо марганцовки, допустим, масляное пятно, масло, как несоряженное. Вот, это, конечно, не использовалось. Мы просто принимали, что вода, она в любой сосуде принимает положительный заряд. И, в общем-то, только из этого. А то, что там волноводы, вот эти вот, ну, не проходи. Пожалуйста, пожалуйста. Вопрос можно? Да, да, да. Слышно, да? Понимаете, вот с точки зрения коллоидной и физхимии, каждый анион, в данном случае, обязательно сальватирован водой. И образуется двойной электрический слой. Мне кажется, вот вопрос к вам. Насколько корректно считать, с точки зрения коллоидной и химии, что у вас именно ион, а не все-таки нейтральная частица? И все-таки мы имеем вопрос диффузии. Направлено. Вот как, с вашей точки зрения, вот вы этот вопрос рассматривали? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я не специалист коллоидной и химии. Вот, но скажу так. Вопрос, на самом деле, эти два вопроса близки. Да, но по поводу диффузии... Учитывали ли вы воду? Да, вот по поводу диффузии... Да, вода сальватации двойной электрический слой. Нет, нет, я вот по поводу калия... Мы использовали раствор калия-Н3, чтобы просмотреть по-другому. То есть, исключили полностью воду, а в растворе калия-Н3. Данный эффект мы получили просто в разы быстрее. Диффузия происходила, растворение марганцовки. Вот. А еще какой был вопрос сейчас? Двойной электрический слой. Я имею в виду, насколько корректно можно считать заряженную частицу. Это она ведь нейтральная, она сальватирована и ионами воды происходит. Это нейтральная частица. Она не... Калия-Марганец-О4 минус, он не один плавает, он сальватирован, и он нейтральный. То есть, положительный калий и официальный марганец-О4, так? Я хочу сказать, что нет электрически свободных частиц в растворе. Они все сальватированы, и они нейтральными являются. Просто... Так, понятно. Может быть, ваш опыт говорит о большем. Что это взаимодействие между нейтральными частицами. Правильно я вас понял? Пожалуйста. Думали ли вы, чтобы выяснить природу сил, сопоставить количество между электрическими зарядами взаимодействия и между немагнитными и так далее? То есть, мы знаем величины и соотношения между, скажем, протяжением, я имею в виду, организационным и... Другие силы, очень. Да, другие. То есть, выяснить природу сил через количественные соотношения. Но этого мы не проводили. Мы считали, что они очень малы, и, в общем-то, данные силы не учитывались. Ну, я вижу, вам набросали кучу идей, да? Да. Еще парочку, можно? Так, вы не пробовали заменять постоянные магниты электромагнитами? Да, так, вначале я вот начал говорить, давайте перейдем к эксперименту. Вначале мы использовали два электрода, положительный отрицательный, пропускали ток. Понятно. И второй вопрос. Может, имеет смысл поставить несколько пятен, которые бы работали там на один магнит, как бы провисеть общую... Попробовали такое, то есть, несколько пятен, они все равно сводятся к одному телу. То есть, получается, типа звездочки, да? Стягиваются. С вершинами по количеству пятен, да?